Дмитрий 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 угол нашей комнаты, скажем так, осветить огнем, то это вполне можно, конечно же, сделать благодаря вот такому механизму. С точки зрения внешнего вида, печь полна разного рода дизайнерских решений. Первое это вот такая декоративная решетка, расположена на передней части нашей печи. Второй элемент это своеобразное отверстие для конвекции, собственно, которое расположено сверху у нас. В принципе, вся печь позиционируется как современное печное оборудование и, я думаю, в интерьере также современном она будет очень хорошо смотреться и радовать своего окончательного пользователя. Теперь о габаритах. Высота печи Андорра равна 1200 миллиметров, ширина и глубина 540 миллиметров. При достаточно большой высоте печка является очень узкой, как в ширину, так и в глубину, поэтому большого пространства в помещении она не будет занимать. А теперь давайте ознакомимся с стопочной камеры и начнем мы с дверцы. Вернее, с механизма закрытия и открытия. Очень здорово выполнен. Во-первых, по тактильным ощущениям мягко, я бы сказал, практически незаметно и дверь уже закрыта. Во-вторых, по ощущениям, вы знаете, вот если вы открывали двери в дорогих иномарках, вот вы чувствуете такую мягкость, небольшой щелчок, то вот тут вот это присутствует, вы знаете, ощущения очень схожи. Ну ладно, значит, дверца сама выполнена из высокопрочной стали, толщина которой 3 миллиметра. Значит, тут мы видим вот такой овальной формы стекло. Оно очень большое и, по идее, должно очень красиво смотреться пламя. Но, в принципе, как и в печи Керуна, о которой мы не так давно говорили, мы в этом убедились. Я думаю, тут тоже. Значит, и внутри топочная камера вся отделана шамотной керамикой. Вот, кстати говоря, видите, вот такая ромбовидная форма внутри топочной камеры. Значит, класнюковая решетка у нас чугунная, стандартная, в принципе, ничего в ней необычного мы не видим. Также мы видим каминный бык, который упомянет роль некой перегородки, не дающей, например, недогоревшим дровам упасть случайно на стекло и его закоптить. Значит, теперь про вместительность топочной камеры. Сама компания Торма позиционирует вот топочную камеру у печи Андорра, как камеру повышенной вместительности. Сейчас мы это проверим совершенно обычными вот такими полежками. Ну, если вы фанат, можно еще и вот шестую, седьмую и даже восьмую, я думаю, сюда поместить. На самом-то деле, вот полностью у нас практически заложена камера и я не могу сказать, что это выглядит как-то ужасно или выбирать. Все очень эстетически красиво смотрится. Выход на дымоход у печи Андорра верхний, диаметр которого равен 150 миллиметров. И вот обратите внимание на вот этот патрубок, для чего он нужен. Значит, вот когда мы поворачиваем нашу печь, вот благодаря вот этому патрубуку сам дымоход не крутится. Таким образом, его никогда не повредит. Зольник, дорогие друзья, значит, чтобы добраться до зольника, нам нужно открыть основную вот эту дверцу. Значит, что хочется сказать? Во-первых, о том, что мы забыли упомянуть, что, конечно же, дверца имеет функцию автодоводки, но на всех печах такого класса эта функция есть, так что ничего необычного мы тут не заметили. Значит, вот наш зольник. В принципе, он стандартного размера, достаточно широкий. Не так часто нам придется его очищать от золы. Это нас должно радовать. Тут же мы, кстати говоря, видим вот зажирка, которая контролирует подачу кислорода в топочной камере. Если мы ее выдвигаем, полностью у нас интенсивное горение, кислорода по полной программе поступает в топочную камеру. Если мы чуть-чуть ее задвинем, то это у нас уже функция, например, длительного горения наступает. Соответственно, но тут все понятно, об этом уже очень много раз говорили, не будем об этом останавливаться. Но что, с этим у нас отсеком все. Поехали дальше. Мощность печи Andorra равна 7,5 киловатт. Таким образом, печи способна топить от 50 до 165 метров в кубических помещениях. Весит наш сегодняшний агрегат 94 килограмма. В общем, имея небольшой вес, небольшие габариты, но большую мощность, печь Andorra вас прекрасно обогреет, не занимая большого пространства в помещении. Ура, товарищи! Теперь, чтобы нам показать заднюю часть печи, не нужно ее двигать, за нас это сделает специальный механизм. Вот, что мы видим на задней части печи. Значит, ну, стикер с европейской сертификацией и прочей важной информации, но это стандартный у нас в момент. И вот специальное отверстие, которое выполняет функцию подачи дополнительного кислорода в топочную камеру из альтернативного источника. То есть, сюда мы ставим специальный патрубок, а другой его, конец, выводим, например, на улицу, в подвальное помещение или куда-то еще. И у нас в топочную камеру поступает дополнительный кислород. Это очень полезная функция, и о ней мы подробно поговорили в обзоре на печь Керуна. Вот, но тут все. Резюмеры сегодняшний наш обзор, я хочу сказать следующее, что я рад, что смогли мы все же познакомиться с такой уникальной печью Andorra компании Турма, которая имеет огромное количество функций. Это и поворотный механизм, это и, конечно же, конвекционную функцию, это и функцию чистое стекло. В принципе, эта печь собирает в себе, как обычно, вот эти стандартные необходимые бонусы, которые нам облегчат эксплуатацию и, скажем так, облегчат нам жизнь в некотором смысле. Спасибо большое, что вы нас смотрите. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Всем привет! Меня зовут Дмитрий. Вот, наконец, и закончились новогодние праздники и наступили деловые трубы. С точки зрения статика сильнее. Мощность печи Andorra эксклюзив равна 7,5 киловатт. Субтитры делал DimaTorzok